В эфире ежедневный спортивный обзор Чемпионат Европы по подводному спорту прошел в польском Вроцлаве и принес новосибирской команде 19 медалей, причем 11 из них золотые. Попутно новосибирцы установили рекорд мира и Европы. Если для лидеров сборной Павла Кабанова и Алексея Казанцева это была прелюдия к главным стартам сезона всемирным играм, то для молодых спортсменов это первые серьезные соревнования на взрослом уровне. Наша съемочная группа встретилась с будущими звездами подводного плавания. Вместо бассейна тренажерный зал можно расслабиться. Соревновательный сезон для них позади. Мария Патласова начинала его в юниорах, а завершила с медалями взрослого чемпионата Европы. С вроцлава 18-летняя Маша привезла три личных медали. Бронзу на 100 метрах, серебро на 200 метров и золото на 400 метровке. Внушительная коллекция наград спортсменку полностью не удовлетворила, потому и ставит себе за турнир лишь четверку. Даже с минусом. Почему такая самокритика? Ну потому что не достигла желаемых результатов. Плыла я конечно по максимуму, но рассчитывала немного на другие результаты. Хотелось побыстрее конечно проплыть. Секунды конечно другие, но я уже бывал на юниорских первенствах мира и первенствах Европы. Это похожие старты. Как бы там была подготовка, это уже новый уровень повыше, серьезный. На четверку по собственному признанию проплыли Лидия Стадник и Владимир Журавлев, хотя также вернулись с медалями. Спортсмены выступают в подводном плавании, когда на протяжении всей дистанции нужно находиться под водой. А руки при этом заняты баллоном с воздухом. Там важны все нюансы. Зависит все не только от тебя, но и от техники, от твоего инвентаря. Зависит все очень много. Зависит от баллона, от редуктора, от того, как ты вышел на поворот, как ты его сделал, от того, как коснулся. Ну это самое, плавание с баллоном, это самый такой технический вид программы. Сколько баллон весит? Тяжелый? Баллон тяжелый? Баллон, да не очень. Он весит в районе двух килограммов. Мы его держим перед собой и плывем. Итог. В подводном плавании у Новосибирска три медали. Причем Владимир уступил сопернику самую малость. Но в спорте все решают мгновения. Уступил французскому спортсмену на одну десятую. То есть проиграл мы. Ну там, скорее всего, на финише и на повороте у меня там небольшие технические помарочки были, поэтому, наверное, и уступил. Конечно, хотелось бы стать первым, но для этого нужно еще немного поработать над техникой и в целом потренироваться. Медали чемпионата Европы все же не помогли спортсменам отобраться на всемирные игры. Аналог Олимпиады по неолимпийским дисциплинам. Конкуренция за место в составе очень серьезная. Тем более сейчас на первых ролях опытные спортсмены Павел Кабанов и Алексей Казанцев. Но смены поколений бояться не стоит. Вчерашние юниоры готовы громко заявить о себе. Я полагаю, что, может быть, еще год-два, вот сейчас идет смена поколений, потому что я в таком же состоянии была, как Павел и Алексей, когда и Сергей Ахапов. То есть когда мы заканчивали, мы могли по три, по четыре, по пять лет заканчивать. И поэтому и Павел. Он вроде заканчивает, но я не знаю, как будет, что у него там будет на следующий год. А сейчас идет смена поколений. Я считаю, что вот ребята, и Владимир, Лида, Мария, достойная смена подрастает. На всемирных играх, которые также пройдут в Польше, выступят четверо новосибирских пловцов-подводников. А также пауэрлифтер Сергей Федосиенко и двое представителей спортивной аэробики. Кирилл Куликов и Анастасия Гвоздецкая. Игры стартуют 20 июля. Вряд ли многие из вас знают, что такое 3D-стрельба из лука. Признаюсь, до недавнего времени я тоже не знала. Между тем новосибирец Александр Заливакин стал призером Гран-при Евразии, где участвовали сильнейшие лучники восточной части России. Наш корреспондент Павел Денисенко встретился со спортсменом и узнал про этот необычный вид спорта. И в дождь, и в ветер, и даже в мокрый снег. Александр Заливакин уже привык к любым капризам природы. Тренировки каждый день по 3-4 часа. В таком режиме спортсмен тренируется всего два года. Но первые победы не заставили себя долго ждать. Совсем недавно, в 2015 году, я пришел в клуб «Вольные стрелки». Пострелял и через месяц буквально пригласили на местный турнир организаторы 3D-стрельбы. Ну вот увлекся. Самое главное в 3D-стрельбе – точно определить расстояние до цели. Ошибка даже на полметра может сразу привести к промаху. Мишени здесь объемные. Лучники поражают их сверху вниз, часто через естественные препятствия. Вместо обычной мишени спортсмены в 3D-стрельбе пытаются поразить вот такие мягкие игрушки из спиненной резины. На них нарисованы две мишени, каждый из которых обозначает определенное количество очков. Попасть нужно в центр мишени. Это 11 баллов. Кроме 3D-стрельбы Александр участвует и в таргете. Это классическая стрельба из лука с определенной дистанции. Зимой в помещении 18 метров, а на открытом воздухе расстояние может доходить и до 90. Ну если мы посмотрим на поле, да, то есть обычный таргет – это стоят щиты, определенная дистанция известная стрелкам, то есть и все работают с прицелом. То есть они тренируют технику свою, плюс пристреливают свой прицел. И на соревнованиях уже получается как бы в равных условиях. Сейчас в планах у Александра попадание в состав сборной России и поездка на чемпионат мира. Прямую путевку туда можно добыть на чемпионате страны. Он стартует 28 июля в Нижнем Новгороде. В случае успеха там Александр поедет на мировое первенство во Францию в конце сентября. На сегодня все. Смотрите «Спортобзор» на телеканале ОТС и первыми узнавайте о самых интересных спортивных новостях региона. Также всегда быть в курсе вы можете, подписавшись на наш инстаграм. Там вы найдете интересные моменты со съемок и то, что не вошло в выпуске. Оставайтесь с нами. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин